Уважаемые коллеги, наши цели должны самым тесным образом перекликаться с параметрами, которые заданы указан президентом страны о целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года. Этот документ является основополагающим при постановке задач Республики на среднесрочную перспективу. В новой руководством правительства ведется напряженная работа по включению проектов Республики в федеральные национальные проекты. Нам уже удалось, на самом деле, добиться впечатляющих результатов. В ближайшие только три года из федерального бюджета на реализацию национальных проектов Республики будет направлено свыше 35,5 миллиардов рублей. Это огромные средства такой поддержки и путей еще никогда не получили. Но, безусловно, мы не можем ограничиваться только освоением бюджетных средств, даже таких колоссальных. Ведь перед нами стоит задача не только догнать уровень жизни населения передовых республиков. Нам нужно достичь абсолютно нового уровня транспортной доступности, комфорта жилой среды, высокого качества образования и здравоохранения, развить рынок труда и внедрить современные технологии во все сферы жизнедеятельности и процесса. Поэтому будет продолжаться работа по увеличению инвестиций с широким применением механизмов государственного частного партнерства в концессионных соглашениях. Поставлена задача, что в 2024 году привлечь экономику Республики не менее 500 миллиардов рублей. Движение уже есть. Так, буквально из небытия, с самых далеких пор нам удалось вернуть на обсуждение проекта строительства автомобильного оборачивающего сфера. Завтра я возвращаюсь в Москву на научно-технический совет Росавтодоро, где пройдет защита трех предложений крупнейших мировых и российских компаний по проектам его строительства. Это говорит о резко возросшем интересе к Ленскому мосту на всех уровнях, подтверждая абсолютную реальность его строительства в ближайшие годы. Вместе с тем, работая по подготовке нас проектов в Республике, высветила глубокую архоичность механизмов управления при влечении использования финансовых средств. Многое у нас буквально осталось на уровне начала предупрежденной работы. Поэтому новые механизмы управления инвестиционной активности должны вытеснить запылившиеся, отраставшиеся нам наследства и движущие наладочные годы. Деятельность целых отрастей надо перестроить по самым лучшим российским стандартам. И это нельзя отпадывать на следующие пятилетия, кивая на сложную экономическую и социальную ситуацию. Нужно делать это здесь и сегодня. Для этого, безусловно, необходимы передовые знания и компетенцию всех, начиная с руководства Республики. Именно в таких целях сегодня проведена масштабная ротация республики. Состав происта обновился у нас на 65% из 28 членов происта в 18-м году. Перед каждым руководителем поставлена задача обновления современных методов управления, повышения производительности труда в традиционных и новых отраслях, максимальной эффективности используемых средств. Это касается и управления бюджетными средствами. Больше нельзя допускать ситуации, когда при формировании государственного бюджета мы начинаем распределять неполученные и незаработанные годы. Такая политика, к сожалению, почти, что привела республику на грань финансовая катастрофа в 2017-м начале 2018-го года. Общая корректорка у нас за 17-й год была в сумме 15,8 миллиардов рублей, плюс неощущенные расходы на бюджете на 2018-е годы в таком же обеде, и был образован огромный кассовый разрыв порядка 30 миллиардов рублей. Чтобы их закрыть, пришлось проложить в этом году колоссальные усилия на уровне руководства республики. Бюджетная политика, конечно же, прежде всего должна быть реалистичной и честной. Жить нам рассчитывая на реальные доходы, а не стараться делить шкуру бегающего на берегу. Будут дополнительные доходы, всегда найдем возможность распределить средства по приоритетным направлениям и внести их на рассмотрение в декутат государственного собака. При этом хочу сказать и своему глубокому убеждению, что не финансы в конечном итоге определяют, будут ли достигнуты поставленные цели. Даже имея в распоряжении огромные средства, без поддержки жителей республики, без участия бизнеса, предпринимателей, без сопричастности людей, мы не добьемся успеха. Об этом я говорил именно на расширенном заседании президента Государственного Совета Российской Федерации, который проходил в Крыму, и президент России в своем заключительном выступлении отметил, что поднятная тема сопричастности людей очень важна для успеха всей работы по реализации пациентов. Уважаемые коллеги, диатронной экономики республики, конечно же, является промышленность, и многие отрасли сегодня начинают набирать новую тему. 17 миллионов тонн в этом году превысит в добычу рубля. В первую очередь это связано со социальным компанией «Мичел» «Эдлинское месторождение» и успешным развитием проектов в компании «Помор» в ТОСЭР «Южная Юга». Хочу в целом отметить успешную деятельность двух ТОСЭР «Конголасы» и «Южная Юга». 26 резидентов уже инвестировали в производство 35,5 миллиардов рублей, создали 4,5 тысяч новых рабочих мест. Более чем на 17% в сравнении с 2017 годом возрастает у нас в этом году добыча нефти. Главным событием наступающего года в газовой области «Югутии» в данный момент и всей страны станет начало поставок природного газа с Чайнингинского нефтегазоконденсатного месторождения «Коспома». Ввод магистрального газопровода «Сила Сибири» в декабре 2019 года газ в республике возможности в будущем начать масштабную газификацию Ленского, Альопинского, Алганского и Ньюгеринского районов. На устойчивый рост выходит золотодородящая область, активное промышленное освоение крупных золотодородных месторождений Малодолинского, Дубного поля, Нижданинского. Выход на проектную мощность месторождения «Тражная», «Репиновая» и «Гросс» позволит республике к 2024 году стать одним из лидеров России под добычей золотой. 31 октября этого года начато освоение верхнемунского месторождения «Алмазов» компании «Гросс». Давая став проекту, президент России Владимирович Путин пожелал, чтобы все у нас было удачно. У нас это и у Лагросса, и у всей республики. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить огромную благодарность руководству компании «Гросса» за поддержку преодоления тяжелейшего финансового кризиса в ситуации с государственным бюджетом, о которой я уже говорил. Компания в результате изменения дивидендной политики направила бюджет республики дивидендов на 9,5 миллиардов рублей больше, чем планировалось. Во многом благодаря нам удалось закрыть бюджетный бюро, выполнить социальные обязательства, обеспечить заработную плату работникам бюджетной сферы, снять напряженность по владежам предприятиям ЖКХ и энергетики. 2,871 миллиона рублей дополнительных инвидендов от полосы получили также у гуссы алмазной провинции. Сегодня наша алмазная компания строит большие вызовы. От угрозы синтетических алмазов до необходимости утрачивать и удерживать лидерство на возобновающем рынке всего мира. Авария, которая этим летом привела к загрязнению бюджетов, высветила уязвимость технологических объектов перед стихией. Я хотел бы сказать искренне слова благодарности жителям бюджетных бюджетных областей, общественникам, эководам, всем неравнодушным якутианам, кто душу и воспринимает жизнь. Хотел бы также отметить открытость, готовность к диалогу и информированию со стороны руководства компании. Во многом благодаря этому я считаю нам удалось снять напряженность, которая, к сожалению, в августе особо подогревалась в реперрии. Ответственность компании в том, что не морально, за это авария условно есть ее и многие отрицают. Нами достигнуты сегодня договоренность с руководством компании «Роса» увеличение отчислений целевых фонд будущих поколений, начинаем с 2019 года по 150 миллионов рублей ежегодно, которые будут направляться к целевым назначениям на измечение чистой водой в рядах населенных пунктов бюджетных грузов. Это решение в пятницу утверждено на наблюдательном совете компании «Роса» под председательством первого вице-премьера правительства Российской Федерации, министра финансов Российской Федерации Антон Геннадьевича Сулова. Я поручаю правительству совместно с УСАГО в месячный срок доработать и утвердить целевую программу по использованию этих средств и незамедлительно приступить к ее истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова